доброе утро друзьям время 7 часов 8 планировалось выехать всем но пока проснулись пока поели пока собрались в общем мы едем на алтай очень спонтанная получилась поездка мы не успели вернуться с и кури прошла буквально неделя мы собрали манатки поехали на алтай не собирались не планировали просто взяли и поехали с вечера зарядили батареи собрали рюкзаки и сегодня двигаем путь сегодня у нас остановка первая будет в павлодаре дай бог чтобы все хорошо сложилось чтобы мы доехали если все будет успешно то мы сегодня испробуем каучсерфинг который мы так и не испробовали в октябре октябрьский вот поэтому может быть павлодаре повезет больше мы договорились людьми по сайту каучсерфинг хоста зовут юрий ну а завтра если успеем также сегодня посмотрим сам павлодар вернее не посмотрим уже были в павлодаре но тогда мы еще не снимали видео просто фотографировали едем как вы уже поняли на машине тоже такое неоднозначное было решение но на алтай как-то не хочется ехать пешком автостопом хочется в любом месте иметь возможность остановиться выйти пофотографировать поснимать боишься ехать в ущелье уже все чё бояться ну что ж с богом короче это не дорога вообще я не знаю что это такое впечатление как будто пластилином наляпали клали дорогу она от жары от грузов расстеклась не знаю как это объяснить даже грузом такие бугры везде очень сложно особенно когда фуры едут очень опасенского все ехать знаете куда мы сейчас приехали трассе мы свернули налево проехали 30 километров приехали к одному зданию моего возраста мой одногодка у него достижение наверно побольше чем он в рекордах гиннесах есть она самая-самая высокая в мире я представляю вам трубу крест 2 ее высота 420 метров она выше грубо на 100 метров эльфевой башни дальше мы едем в павлодар нам ехать нужно примерно 170 километров время второй час и мы отправляемся в путь короче мы приехали к ладар сейчас мы его отснимем и покажем мы стоим рядом с благовещенским кафедральным собором мы здесь уже были в павлодаре мы уже раз 5 6 может быть очень часто здесь бываем проездом когда бывали проездом когда ездили в россию мы очень устали с дороги будем сейчас на набережную покушаем потом поедем дальше покажем вам центр города и сам город достопримечательности от караганды где-то километров 120 сторону павлодара дорога говно ухабами такая раздолблены потом когда начинается павлодарская область в общем до самого и кабастуза дорога там шикарно после кибастуза немного плохой потом бетонка потом плохой бетонкой вот до павлодара вот так приятного аппетита мне приятного аппетита тебе да а мне а ты еще не это эртэш Музыка Кто знает, что это за символ? Напишите в комментариях Какая это религия? Музыка А где мы находимся с тобой? В Павлодаре Понятно, куда он приехал? В мемориал жертвам политических репрессий Музыка Гожу по Павлодару, у меня такое ощущение, как будто мы в Омске или в другом каком-то российском городе В Казахстане почему-то Музыка 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 15 дней 8000 Здрасте Здрасте Добавь А ты Оп Нет, кады я застеснаюсь Зайчик лучезарный Я буду не ссадиться Я буду не ссадиться Убивайся, что мне вон ты еще Ау Ты Лёва Ты не ссадилась Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А это прямо в художественную школу Даша принесла пионы, мы все рисовали У меня есть два брата и две сестры Их зовут Добромих Лев Самое краткое имя Самое краткое Лучший Зара Это я Рада Рада старшая самая, да? Да, Рада самая старшая Добик самая мать, Добромих И Вера самая, самая последняя А маму папу как зовут? Мама Светлана Олеговна А папа? Папа Юрий Юрьевич Молодец, какое всех по отчеству Папе Тридцать три Сколько будет? Тридцать четыре Маме десять три Чем ты любишь заниматься? Люблю играть в куколки В куколке С Левой С Левой играешь? Да Да И мой Леве скоро будет четыре Да, он уже большой мальчик Всем доброе утро Мы в Павлодаре Сейчас Мы вышли Из дома У семьи Мы сегодня Останавливались Мы были хостами Первый раз В жизни Мы попробовали Наконец каучсерфинг Я очень довольна Мы приехали в Ленинский парк Здесь Ленин стоит Это необычно Что он среди сказочных персонажей Стоит Есть такая небольшая уникальность Что Надпись Написано по-русски Владимир Ильич Ульянов Ленин И Еще вот так вот Арабской вязью написано Вы такое видели где-нибудь? Чтобы на Ленине было написано Но нет Ну а мы сейчас расскажем вам Немножко про вчерашний вечер Начнем с того, что Нам нужно было сделать страховку Для поездки в Россию На машину И Работают они до семи Но Макс позвонил Ему сказали, что Чтобы он сбросил свои документы Фотографии на ватсап И Буквально через час Через два Документы ему привезут На 20 дней страховка Стоит примерно 13 Почти 14 тысяч На 15 дней 9 Ну почти 9 8 800 с чем-то А теперь мы едем дальше Сейчас постараемся найти Гусиный перелет То, что мы не нашли Прошлую свою поездку Прошлый свой приезд В Павлодар На В Тугисе мы нашли Значит Как достопримечательность Гусиный перелет Называется Мы приехали на место Походили Покрутились И Естественно Его не нашли Нам сейчас Юра объяснил Где находится Гусиный перелет Что он спрятан Так что мы сегодня Постараемся его найти А еще мы покажем вам мечеть Мечеть у них тоже Очень красивая здесь Ой Еще кстати Вчера разговаривали Про путешествие с детьми И вот семья Кузинах Это как раз Тот случай Когда с детьми Они путешествуют Они начали путешествовать Еще задолго до рождения Ребятишек И Когда родилась старшая дочка Рада Они уже И Света беременная была Я так понимаю Они уже путешествовали И когда она родилась И два года назад Они уезжали на два месяца Жить в Непал Она уезжала с четырьмя детьми Получается И Маленький был еще в животике Так что с пятерми Я постепенно занимаюсь Сбором информации Потому что Дети близятся А Макс Говорит что Когда появятся дети Уже мы не сможем Естественно путешествовать Ну Я Не сможем Ну не так как Ну знаешь Мы сейчас тоже на комфорт Пришли Вот Поэтому Как-то постепенно Готовимся к тому Чтобы Где-то и себя Приучить К каким-то комфортным путешествиям Поэтому Пробуем разные Способы Разные методы путешествия И на машине И автостопом И пешком И походной И с ночевкой Где-то В палатках И В комфортных условиях В отелях В базах отдыха Так что Испробуем все варианты И я бы конечно Не хотела останавливаться В плане путешествий Когда появятся дети Мы приехали На Иртыш И сейчас будем искать Гусиный перелет Ну вот Это Кость Кость? Ага От кого? Ну тут не подписано От кого Кто знает что-нибудь Про это место Чем оно примечательно Чем оно славится Напишите пожалуйста В комментариях Потому что мы так и не поняли Честно говоря А сейчас мы приехали К мечети Имени Машхур Жусупа Вот это первое было место Которое мы посетили Когда приехали в Павлодар Когда ездили с друзьями сюда Вот и сейчас мы вам ее покажем На видео На мой взгляд она достаточно Необычная такая мечеть Я не знаю Вот такого именно Плана образца Такого сооружения Я не видела Поэтому Павлодарская мечеть Она Своего рода Достаточно запоминающаяся Ну для меня лично Мы приехали в Батырмол Торгово-развлекательный центр В Павлодаре Нам нужно купить продукты Купить салфетки По мелочи Кое-что купить И уже только потом ехать В сторону России Сюда приехали Тут прям центр-центр Фонтан тут И озеро И стадион И КФС Чудо-парк детский Огромный Батырмол сам тоже Немаленький Ты видел там озеро У них свое Своё озеро Катамаран Катамаран А мне тем временем Все больше и больше Начинает нравиться Павлодар В прошлый раз Когда мы приехали Мы конечно Это не лето было Наверное каждый город Летом расцветает Все тепло Красиво Все парки открываются Вот здесь такое Своё озеро у них Там вон церковь В озере утки Там рыбы еще Я думал утки под водой Хлеб едят А это рыбы снизу Сверху утки Тут прям центр-центр Ау Даже маршрутку У них сюда заезжает 111-я Вот еще сейчас покажу Парк есть такой КФС-шечка И вот такой вот чудо-парк Часы работы С 10 до 10 И вход Свободный Но на карусели нужно Покупать уже в кассе Естественно Вот такие Новые аттракционы Все новенькое-новенькое Карусель 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 Это радость Только без лошадей Просто Гриль-бар Веранда Да, наша тема А еще тут есть Вот такая вот Смотровая площадка Ой, вообще Классно Мне бы, конечно, лучше на вегетарианстве посидеть А не на гриль Еде Не мешало бы мне Килограммчиков так 10 сбросить Но Тем не менее Когда вот Мы вчера Были у семьи Пузиных Я Действительно Задумалась о том Что Может быть Мне Стать вегетарианцем Может быть Мне отказаться Полностью от мяса Но Мак, не ржи Но Увидев Гриль-бар Я Я снова Вспомнила Эти Потрясающие Ребра Барбекю И Ой Такая Интересная Редактор субтитров Чего? Купила? Да Купила Купила Классно Я Не все Деньги Даже Даже Не все Даже Не все Я потратила 2,5 тысяч Ой 4,5 Интереснее Все боятся Камер Вот уж Тандыр Не снимать Это я не знаю Что там Секретный объект Да Боится Что она Некрасивая На камеру Я вот Некрасивая На камеру Снимаюсь Ничего Купили лепешку Это будет Есть Макс Я уже К себе Лимит Купила Че ты Купила Я купила Штанишки Мальчик Деньги